Ну что, разберем Six Hour 552 на базовом стволе и также еще на следующем длинном стволе и, соответственно, сравним их и посмотрим, чем они отличаются. Сначала идем с базового ствола. Ствол мы, естественно, не выбираем. Далее мы ставим подствольную планочку. Здесь есть специальная акула. Она нам даст контроль. Ну, опять же, данный ствол, он больше подходит для ближнего боя и для быстрого передвижения. В ближнем бою, естественно, контроль это кучная стрельба. Поэтому здесь в данной сборке мы будем делать акцент на кучность стрельбы и на высокую скорость прицеливания на мобильность. Поэтому ставим тыльник, опять же, тот, который нам даст мобильность. После этого ставим на дуло компенсатор. Опять же, мы видим, что тыльник дает мобильность, а компенсатор нам, но при этом режется точность с контролем, а компенсатор нам также добавляет назад эти точности и контроль, чтобы мы, в принципе, выигрывали в мобильности. И вот у нас уже, в принципе, готовая бавалочка, с которой мы можем поработать, что мы уже хотим сделать. Ну, во-первых, заднюю рукоятку мы можем также добавить на мобильность. Таким образом у нас получится, к примеру, у нас еще слот есть, например, ловкость рук. То есть, как я уже всегда говорю, что мы можем выбрать, что нам необходимо. Либо мы можем мобильность себе оставить, добавить ловкость рук и тем самым просто рожок почаще, побыстрее перезаряжать и почаще. Либо мы можем, например, ловкость рук убрать, и если мы играем на варзоне, добавить патрон. Вот, пожалуйста. Вот такой у нас получается сикс ауэр с дополнительным рожком увеличенным. Очень быстро будете вскидываться. Мушка у него очень комфортная, удобная. В принципе, немножко даже... Я бы не сказал, что лучше, чем у калаша, но она очень прикольная. Вот. И при этом быстро будете бегать. Мобильность довольно-таки высокая. Но, опять же, мы ее сохраняем, к примеру, как модификацию. Вот сейчас какой-нибудь... У нас тут уже есть модификация. Ну, вот, к примеру, это убираем. А данную модификацию сохраняем на двоечку, чтобы потом сравнить ее с модификацией на длинном стволе. Вот. Если мы хотим, к примеру, не в патроны уходить, а хотим взять калемат. Опять же, ставим калемат. При этом мы уже здесь можем, например, убрать рукоятку заднюю, либо тыльник, либо рукоятку. И поставить лазер тактически. Вот. И таким образом, видите, мы уже будем с калематом и при этом использовать лазер. После этого можно, к примеру, убрать компенсатор, да, добавить, ну, тактический глушитель. И вот у нас уже будет машинка уже с глушителем, да. То есть здесь мы уже оставляем один слот по то, чтобы добавлять то, что нам интересно, то, что нам необходимо, то, что нам понравится. Ну, и, конечно, продолжим свою рубрику, к примеру. Посмотрим, что у нас есть в арсенале из донатных стволов, что можно модифицировать. У меня на стандартном стволе есть отравление. И есть, я так понимаю, вот легавое какое-то название странное. Но, опять же, я не люблю все эти цветные, разноцветные, всю эту голубизну, пидоразню там и так далее. Лучше поставим данный ствол. Посмотрим, что он нам тут предлагает. Нам предлагают тактический глушитель, вполне адекватная вещь, рукоятку исполнителя. Но, опять же, плюс-минус, да. То есть можно ее сохранить. Но я бы, конечно, поставил больше кучной стрельбы, потому что она здесь более в приоритете будет. Вот. И далее, опять же, идет связочка между лазером и оптикой. Вполне адекватная, интересная вещь. И быстрая перезарядка. Ну, я бы максимум, что здесь добавил, я бы тогда просто рукоятку поставил пустоту. Все-таки. Для того, чтобы все-таки мобильность у нас не сильно падала. Вот. И вот такая вот модификация. Тоже классно выглядит. Смотрится на классическом стандартном стволе. Видите, отличная сборочка. Великолепно смотрится. Очень быстро будет скидываться. Уникальный дизайн у нее получается. И быстро будете перемещаться. Все. Таким образом, у нас есть данная модификация. А теперь мы соберем тот же Six Hour, но уже на длинном стволе. И сохраним его. Зайдем в арсенал. Сборочка у нас сохранена. Которую мы собирали до этого. Все-таки я, конечно, больше сторонник того, чтобы на классическом стволе, да, в Six Hour, в этом без калимата играть. Потому что так вы сможете вот эту скорость реализовать прицеливание. И сможете перестреливать там все. Те же MP5, например. Быстрее прицеливаться. А теперь берем на удлиненном стволе. Он будет называться у нас тот же Архангел. Вот. И что мы можем на нем собрать? Довольно-таки интересная тоже вещь получается. Берем Архангел. Есть еще Nexus, да, который чуть поменьше идет. Ну вот возьмем максимальный Архангел. Здесь нам уже, естественно, сильно мы с данным стволом не поносимся, не побегаем. Мобильность будет срезаться. Но при этом мы обретем точность. И сможем использовать там трехкратные прицелы, к примеру. Четырехкратные, вернее. Ну что мы делаем? Дальше собираем тыльник. Естественно, у нас в приоритете будет точность стрельбы. Точность, текущность. После того, как тыльник собрали, собираем, к примеру, заднюю часть. Здесь мы тоже будем рассматривать точность текущной стрельбы. К примеру, вот так. После этого собираем оптику. Ну, здесь, естественно, трехкратная оптика. Она однозначно в приоритете. Три с половиной. Ну и желательно что-то, что имеет переходную планочку. Ну, вот, к примеру, рамочный гибрид. Идеально подходит. Ну и все. У нас осталось. Либо добавить подствольную планку, да. Либо дуло, например, добавить. Ну вот мы смотрим. К примеру, у нас, ну опять же, мы выбираем, да. Что, вот можно сказать, это рабочая болваночка. Мы выбираем, что нам нужно сюда добавить еще. Ну вот если мы в варзоне бегаем, да, естественно, это опять вот такие вот вещи. Но я, в принципе, не советовал бы в магазины, потому что мобильность режется еще больше. Можно поставить тактический лазер. Тем самым эффективно еще использовать наш прицел, быстрее прицеливаться. Ну, опять же, смотря в каком режиме, как вы играете, да. Если вы играете, к примеру, на где нету бесконечных возрождений, а по раунду вы возрождаетесь, то я бы, конечно, больше. Тактический лазер бы использовал меньше, и, естественно, тактика самой стрельбы и игры, она бы немного менялась. Это уже больше снайперский вариант, я бы так сказал. Вот. Но опять же, если вы больше бегаете, то тактический лазер подойдет. Ну вот, к примеру, с тактическим лазером. Можем убрать лазер, да. Что мы еще можем поставить? Мы можем, например, дульник поставить. Тот же дульный тормоз. Тем самым еще точности добавить. Причем точности добавим больше, а мобильность не так сильно порежем. Тоже довольно-таки эффективно. Опять же, можем еще добавить точности, например, убрать рукоятку. Поставить планку, тот же командос. Тем самым добавим еще точности и контроля. Тем самым еще немножко мобильность режем, но, опять же, мобильность режем не так сильно, как добавляем, к примеру, той же точности. такая вещь получается довольно таки эффективная метка то есть можем работать на дистанции на хорошие простреливать очереди пробивать на хардкоре вообще идеально отработается то есть для средней дистанции можно сказать дальней дистанции все сохраняем модификацию эту уже была одна удаляем можем опять же если есть желание не команда с поставить до а исполнителя но опять же нам вот эта мобильность совсем немножко добавится мобильности но нам одно погоды не сделает на самом деле все модификацию сохраняем пишем например 4 до 4 позиции 5 же это винтовка не для того чтобы там по карте носиться как сумасшедшие то то где мы занимаем ключевые позиции с нее отыгрываем все опять же говорю если глушитель интересно можно глушитель поставить и так далее теперь выходим в менюшку и смотрим что у нас получилось если реально отличие вот у нас позиция 4 как мы видим да смотрите какие показатели и сразу выходим на позицию 2 вот то есть есть реальная логика в том как мы модифицируем наше оружие она реально существует то есть это у нас точная но мобильность ниже с хорошей дистанции и дальностью опять же нету не дальности такой как в предыдущем варианте но есть точность но есть хорошая мобильность то есть с ней можно передвигаться вот а если мы возьмем данную модификацию то это вообще ближний бой огромная мобильность но при том при всем как вы видите дистанции точности поменьше и вот здесь опять же смотрите вот он в чем вся суть сборок в колде да вот она суть этих сборочек в том что вы с помощью не просто берете и пытаетесь уравновесить да а вы характеристики ствола вы их как бы усиливаете и тем самым вот теми девайсами дополнительными вы делаете оружие более еще лучше еще ствол еще усиливать и естественно ваша тактика которая вы используете данное оружие она должна соответствовать этому оружию вот то есть если вы в стан с этими двумя сборками можете просто бегать по карте по флангам да и стрелять используя даже стандартный колемат то вот здесь вот вам уже нужно занимать позицию отстреливаться и быстро передвигаться